Сегодня же утвердили комплексный план по уничтожению незаконных посевов наркотических растений. Документ вынесли на обсуждение членов антинаркотической комиссии. Поля, на которых дикорастущая конопля уже была сожжена, наркополицейские проверяют каждый год. Такие места попадают в черный список, но в период операции МАК в республике выявляют и новые участки запретной травой. Только в прошлом году было истреблено более 10 ячагов. Их общая площадь превысила 14 тысяч квадратных метров. В управлении Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков озвучили и другие цифры. Правоохранительными органами изъято более 34 килограммов наркотических средств и психотропных веществ. Это в полтора раза больше, чем в предыдущем году. Возбуждено 494 уголовных дела против 330 в 13-м. И выявлено почти в два раза больше административных правонарушений. В республике по-прежнему стоит острая проблема с употреблением спайсов. Причем наркодельцы выдумывают новые способы продажи этих веществ. Курительные смеси реализуют в клубах, кафе и даже с помощью интернета, что называется по заказу. В зоне риска молодежь. По статистике чаще всего наркотики употребляют именно подростки. Половина употребляющих эти спайсы – это незанятая молодежь в возрасте от 16 до 20 лет. Это молодые люди, в основном студентского возраста, или кто завершил, является выпускником средних профессиональных учреждений, высших профессиональных учреждений. И практически они не приступили к работе. Общественности и органам власти всех уровней необходимо сделать соответствующие выводы и активно подключиться к решению этой проблемы. Требуется принятие дополнительных мер по борьбе с этими правонарушениями. Молодых людей необходимо мотивировать на занятия спортом. Причем те, кто обучает подростков, должны и сами давать им пример для подражания. Руководитель спортивного ведомства отмечает, курящих тренеров отстраняют от работы. Более того, довольно часто мы используем именно посредством спорта уже детей или подростков, которые были вовлечены или начинали какие-то действия от движения в сторону наркотиков или алкоголя. Их с помощью спорта мы из этого зла вытаскиваем. И самое ключевое – это совместная работа по обучению и повышению квалификации наших педагогов. Это ключевая задача, потому что действительно новые наркотические средства, признаки внешние новые. И поэтому очень важное информирование и, соответственно, методическая поддержка. Эта работа приносит свои плоды. Количество наркозависимых людей в республике за последние годы сократилось в разы. Вдерикова Лёв и Евгений Анисимов. Республика.